Здравствуйте! В эфире, как всегда, еженедельные новости. В студии Владимир Разместев. Сегодня в выпуске. Сразу два института посвятили своих первокурсников студенты. Вчерашние абитуриенты показали свое знание Байкальского университета, приняв участие в фотоквесте. Вчерашние школьники теперь официально студенты. В СКДЦ художественном состоялось посвящение в первокурсники Института управления и финансов. О том, как прошла церемония и что их ожидало в сюжете Полины Ерсановой. Совсем скоро они будут сдавать первую сессию, впереди несколько лет учебы. А сейчас они официально вступили в ряды студентов Байкальского государственного университета. Церемония посвящения первокурсников Института управления и финансов провели 8 октября в СКДЦ художественный. Открыл мероприятие с торжественной речью директор Института Леонид Турбанаев. Поздравив студентов с одним из самых знаменательных дней в их жизни, он воодушевил ребят на дальнейшую работу. Важность такого праздника отметили не только заведующие кафедры, но и студенты. Посвящение очень важно, потому что оно как раз так придает атмосферу именно студенческой жизни. Ну, то, что мы не только просто приходим и учимся, а еще всякая деятельность внеучебная и ну вот такие прикольные собрания. Традиционно к этому мероприятию силами самих виновников торжества готовится праздничная программа. В этом году участие в ней приняло более 80 студентов. На подготовку церемонии ушел месяц. Благодаря творчеству ребята сблизились и получили отличный опыт, который пригодится в других важных событиях университета. Организаторами и кураторами мероприятия выступили студенты старших курсов БГУ. Буквально вчера ночью мы переделывали многие аспекты, потому что все вот так вот менялось, менялось, менялось. Но самое главное, что мы справились за короткие сроки, все организовали и поменяли. И вот я считаю, что получилось все очень даже хорошо. То, что получилось хорошо, отметили все участники праздника, а лучшим вручили заслуженную награду. Событие завершилось квестом школы Шерлока Холмса и чайпитием. Членам жюри было тяжело принять единогласное решение, мнения разнились. Но все-таки победителем стали первокурсники направления управления персоналом группы УП-22-1. Полина Ирсанова, Игорь Титенко, Байкал Универтв. Ярмарка, ярмарка. Все студенческие объединения в главном переходе университета имели возможность себя предложить рассказать о преимуществах. О том, как все происходило, расскажет Анна Кондрашова. Сегодня в БГУ шумно. Заявить о себе пришли множество разных общественных объединений. В их числе Клуб веселых и находчивых, студенческий отряд, спортивный клуб Байкал и другие. Организаторами мероприятия выступил студсовет нашего университета. Сегодня у нас проходит ярмарка объединений. И именно эта возможность рассказать про каждое объединение, презентовать себя, сделать агитацию и набрать себе новых участников, студентов, ну и также первокурсников, которые пришли к нам в этом году. Данное мероприятие проводится раз в год в октябре. Основной целью является демонстрация своего объединения, а также привлечение новых умов. Многие клубы существуют уже довольно продолжительное время, как, например, Клуб интеллектуальных игр. В этом году у нас был юбилей, 20 лет. Недавно, 1 октября, мы проводили первый тур Лиги БГУ, а также в рамках него проходил Кубок первокурсников. Вступить в клуб может каждый желающий. Достаточно просто подойти к организаторам или представителям клуба и узнать подробности. Анна Кондрашова, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Как решить свои психологические проблемы? В БГУ открылся новый Центр психологической помощи. Чтобы узнать, как будут проходить консультации, смотрите прямо сейчас сюжет Юлии Погореловой. Центр психологической помощи открылся в Байкальском государственном университете. Он был организован в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Теперь каждый желающий может обратиться к опытным специалистам и получить квалифицированную помощь. Целью создания нового подразделения ВУЗа является оказание психологической поддержки как студентам, так и преподавателям. Ведь тяжелые дни бывают у каждого. В основном это межличностные какие-то проблемы, проблемы в группах, либо проблема извечная, поиск себя. Все мы ищем себя всю жизнь, и студенты впервые задумываются о том, правильно ли они поступают, куда они идут, правильно ли профессию выбрали, что им делать дальше. Первые посетители, будущие профессионалы таможенного дела, сразу прошли несколько несложных тестов и познакомились с различными способами психологической терапии. Оказывается, самые обычные действия, такие как выбор куклы для игры в песочнице или карты с изображением сказочного героя, имеют прямое отношение к тайнам человеческой личности, к страхам, опасениям, неуверенности и депрессии. Нам показали карты мастер-сказок, и мне кажется, это помогло бы в решении какой-то проблемы, ну, так как нам объяснили, как это может помочь. А мне понравилось в песочнице. Очень интересно, что каждая фигурка что-то дозначит, и что-то отвечает за определенный аспект, либо какой-то объект жизни. Центр психологической службы располагается на первом этаже второго корпуса БГУ, в кабинете номер 110, и работает с понедельника по пятницу в соответствии со своим расписанием. В его деятельности уже принимают участие студенты старших курсов, будущие социологи и психологи. Они уже научились находить причину негативных эмоций. А как от нее избавиться, в этом помогут профессиональные сотрудники психологической службы БГУ. Юлия Погорелова, Игорь Титенко, Байкал-Универтовая. Посвящения продолжаются. Только в этот раз Института мировой экономики и международных отношений. О том, какие испытания пришлось пройти уже теперь полноправным студентам, и совпали ли их ожидания от обучения в университете с реальностью, узнала Карина Факирова. Стирать штаны до дыр в библиотеках, а потом уже на дискотеках. Слова юмористической клятвы с серьезным подтекстом произносят первокурсники Института мировой экономики и международных отношений. Их посвящение включило в себя трехнедельную подготовку, заранее сформированное творческое задание и нестандартный подход к реализации театрализованных сценок. Готовили не все самостоятельно при помощи только своих старших кураторов, но мы считаем, что сегодня было замечательное посвящение, они очень с юмором подошли по-доброму, и видно, что они БГУ уже со всей душой любят, и ММО в том числе. Мы очень рады, что у нас у них комфортно и хорошо. Ожидание и реальность. Под таким девизом в течение двух часов 13 команд всех направлений подготовки демонстрировали свои ощущения от первого месяца пребывания в стенах Байкальского университета. Благодаря предварительной жеребьевке каждый творческий коллектив показал свою точку зрения на мечты и правду жизни. Например, студент из поселка Магистральный Кирилл Воробьев сыграл роль преподавателя БГУ. Я очень давно на сцене. Я увлекаюсь вокалом, театральным художеством. Я буду продолжать. Мне это очень нравится. Я творческий человек. Кто-то показал свои навыки кинорежиссера, сценариста и актера. Кто-то демонстрировал свой талант тут же на сцене. Можно было увидеть игровые сценки из столовой, из учебной аудитории, общежития и даже студенческого правкома. Разнился и взгляд авторов на студенческую жизнь от иронии до критической точки зрения. Встреча оказалась полезной и для студентов, и для руководства института. А вкусные подарки получили все 13 команд. Какое самое лучшее место в Байкальском университете? И как правильно овладеть искусством фотографии, узнали участники квеста. А затем, как это происходило, наблюдала Анастасия Ларина. В Байкальском госуниверситете прошел фотоквест для первокурсников. Конкурс от студоргов стал уже ежегодной традицией и подарком для новых студентов. Главная задача фотоквеста – сплотить первокурсников и научить их ориентироваться в локациях нашего вуза. Чтобы пройти все станции конкурса, командам нужно было передвигаться не только внутри корпусов, но и по внешней территории БГУ. О критериях оценки заданий для первокурсников рассказали организаторы квеста. Критерии по оценке – это, собственно, скорость выполнения задания, это оригинальность выполнения задания, ну и выполнение дополнительного задания, которое будет непосредственно на месте. Дополнительные задания чаще всего – это какая-то головоломка, то есть какой-то кроссворд. Вот разгадать его надо очень быстро, потому что это все дается на время выполнения, там, от минуты до пяти. На фотоквест в этом году подали заявки 14 команд. Число участников каждой составило в среднем от пяти до семи человек. Чтобы обеспечить прохождение квеста для более чем 60 первокурсников, коллектив студоргов активно готовился целый месяц. Первокурсники смогли не только посоревноваться в навыках фотографа, в ориентировании, но и принять участие в организации конкурса. Самым первым начал работать отдел фандрайзинга, то есть мы искали партнеров для данного мероприятия, искали подарки и сертификаты, то есть в этом тоже заключалась моя задача. Писала многим организациям с предложениями о сотрудничестве. В этом году для участников конкурса было введено особое условие. Кураторам запрещалось передвигаться со своими подопечными по локациям. При этом присутствие на фотографиях всех членов команды оставалось обязательным. Такое новшество помогло избежать подсказок со стороны кураторов и обеспечить взаимодействие между всеми участниками фотогонки. Анастасия Ларина, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Героев нужно знать в лицо. Будущие звезды рэп-сцены зовут в свои ряды новых исполнителей молодежной культуры. На событии побывала Татьяна Григорьева. Центр творчества Байкальского государственного университета пополнил свои ряды новыми талантами. Это молодые рэп-исполнители. Встреча участников прошла 7 ноября в студенческо-культурно-досуговом центре художественной. Все желающие были приглашены на прослушивание под руководством студента БГУ, рэп-исполнителя, участника Всероссийской студенческой весны Алексея Кочетова. Его главная цель – помочь ребятам раскрыть свои творческие способности. Во-первых, справляться с волнением, наверное, на сцене – это самое сложное для рэперов в 21 веке. Поэтому будем над этим работать. Ну, там уже какие-то второстепенные факторы – дикция, попадание в ноты, хотя это не первостепенный фактор рэпера, который нужно. Знакомиться молодые рэперы начали еще в гардеробной. Как говорится, искусство начинается с вешалки. В репетиционном зале они нашли единомышленников, подобрали фонограмму, продемонстрировали свои вокальные данные, технику чтения и исполнили рэп-композиции собственного сочинения. Немногочисленная публика поддерживала ребят прямо здесь, на репетиции. Будущие звезды современного музыкального искусства давали интервью, не выходя из сценического образа. У Алексея классные треки. Хоть и бум-бэп не сильно близок на данный момент, но это качает. Это круто, что он это делает, развивает. Также это становится популярным. Мы можем посмотреть на западных чуваков, как Westside Gun и его тима. Они становятся крутыми, поэтому это качает. И, короче, мне Алексей очень понравился. Я бы хотел с ним сотрудничать. Будущие рэп-звезды намерены и дальше развивать молодежную музыкальную культуру в стенах Байкальского университета. Они уже планируют следующие встречи и зовут свои ряды новых поклонников рэпа и хип-хопа. Татьяна Григорьева, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Совсем недавно российской поэтессе Марине Цветаевой исполнилось бы 130 лет. Как отметили это событие в нашем университете, расскажет Анастасия Красавцева. Литературная гостиная. Под таким названием в ИСКДЦ «Художественный» прошел литературный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой. Организаторами мероприятия выступили Центр творчества БГУ и Научная библиотека Байкальского университета. Открыл гостиную живым музыкальным выступлением настоящий струнный квартет, состоящий из студентов Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена. Но основная часть вечера, конечно, была наполнена стихами великой русской поэтессы. Ребята выбирали поэтов Серебряного века. Вообще, наша литературно-музыкальная гостиная сегодня посвящена 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Но поскольку Марина Цветаева очень любила музыку, очень любила других поэтов, у нас тематика все-таки расширилась, и тематика стала Марина Цветаева и ее друзья. Более 20 студентов с разных направлений обучения университета приняли участие в праздновании юбилея Марины Цветаевой и показали свой талант чтеца. Участники серьезно подошли к выступлению, придумывали концепцию с театральными приемами, использовали музыкальное сопровождение, пели стихи под гитару, выбирали соответствующие эпохи костюмы и выступали дуэтом. Я выступала не одна, а со своим партнером. Мы подготовили стихотворение Иосифа Бродского «Письма к стене». Это была, можно сказать, репетиция перед настоящим выступлением, которая пройдет 21 октября. Это уже будет городской конкурс. Городской конкурс «Читаем стихи» пройдет в гуманитарном центре библиотеки имени семьи Полевых. В прошлом году участники, представлявшие на этом конкурсе Байкальский государственный университет, заняли все три первых места. Этой осенью молодые чтецы из БГУ усердно готовятся к выступлению, примеряют на себя разные образы, чтобы снова оказаться на победном пьедестале. А пока памятные призы и благодарности от постоянных организаторов литературной гостиной. Красная кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Именно с этих строчек начался сегодняшний творческий вечер, посвященный Марине Цветаевой. И организаторы не забыли упомянуть о главном символе. Анастасия Красавцева, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ А на этом я прощаюсь с вами. Оставайтесь всегда позитивными, яркими, хорошо учитесь и никогда не болейте. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова